Ребятки, всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах. С вами, как всегда, я, Славян. Вот в инстаграм подписывайтесь, если, например, еще не подписывались и впервые попали на наш канал. На канал тоже подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Для тех, кто пропустил, возможно, впервые попал на наш канал, хочу с вами поделиться одной новостью. Мы недавно стали многодетными родителями. Вот видосик, посмотрите, с нашей выписки. Прямую ссылочку я оставлю в описании под этим видео. А сегодня я вас приглашаю в интереснейшее место, которое называется... Вот так, Абхазия. И хочу вам показать, на мой взгляд, топ-5 мест, которые точно стоит посетить в Абхазии. Не буду затягивать, поехали! Мы были в Абхазии все вместе в 2019 году и достаточно плотно ее пропутешествовали. Даже добрались до города Ткуарчелли, ну или по-другому Ткуарчал. Типу город-призрак, тогда это место было не совсем посещаемое. Только набирало обороты. Да и сейчас не про него. Первое место из моего топа это жемчужина Абхазии. Озеро Рица. Пожалуй, все, кто слышит слово Абхазия, то сразу представляют Озеро Рица. Это главная достоверничательность в Абхазии. Расположено оно в 55 километрах от города Гагре. Водоем образовался в результате тектонического сдвига всего 250-300 лет назад. В зависимости от погодных условий его вода меняет свой цвет. То она бирюзовая, то насыщенно синяя. В прошлом на берегу Рица любили отдыхать Сталин и Хрущев. Первые лица СССР построили здесь для себя дача. Сегодня озеро входит в Рица-Ски заповедник. Купаться в водоеме запрещено, но можно прокатиться на лодке. Мы, кстати, за отдельную плату проезжали прямо на пляж, на котором мало людей. И некоторые там купаются. Второе место – это Новоафонский монастырь. В паре километров от города Новый Афон на склоне Афонской горы возвышается православный Симона-Канонитский мужской монастырь. Обитель была основана в 1875 году по инициативе монархов русского Пантелеймоновского монастыря и при содействии Александра III. В 1920-е годы монастырь переделали в базу отдыха и историко-краеведческий музей. А в период Грузинско-Абхазской войны в нем базировался госпиталь. Возрождение обители началось лишь в 1994 году. На входе сюда выдают специальную дополнительную одежду, как для женщин, так и для мужчин. Энергетика внутри невероятная. Точно стоит посетить. Третье место – это Голубое озеро. На пути к озеру Рица находится эта достопримечательность. Водоем имеет карстовое происхождение и подпитывается за счет подземных вод. Вода в Голубом озере не меняет своего цвета даже в самую хмурую погоду и никогда не покрывается льдом. В отличие от других подобных водоемов, Голубое озеро в Абхазии совершенно непригодно для жизни. В нем нет даже планктона. Если вы хотите насладиться этим озером, сделать красивые фотографии, то рекомендую приезжать сюда как можно раньше. Ну а четвертое место – это, ребята, ресторан «Гагребш». Для Гагры Гагребш – это не просто ресторан, а настоящий символ города. Открытием заведения занимался лично принц Альденбургский. Посетив всемирную выставку в Париже, он приобрел деревянное здание с механическими часами. В Абхазию конструкцию доставили в разобранном виде. В 1903 году в Гагребше отпраздновали основание Гагребского курорта. В разное время ресторан посещали Николай II, Чехов, Бунин, Горький и Шаляпин. Сталин здесь, кстати, тоже бывал. Заведение работает по сей день. Несмотря на череду реконструкций, оно сохранило свой первоначальный облик. И да, кстати, зайти может сюда каждый желающий. Ну и за финалем наш топ-пятый Мекстом – это Гекский водопад. Высота одного из самых посещаемых водопадов в окрестностях Гагры – около 70 метров. Любопытно, что снег в районе каскада лежит до середины июня, а вода остается ледяной вне зависимости от сезона. В советские годы Гекский водопад не раз становился локацией для съемок фильма. Природу и достопримечательность можно увидеть в картинах Рики Тикитари, Спортал Ту-82 и в телефильме «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона». Сюда возят экскурсии на джипах. Дорога так себе, но проехать можно. А в этом году случилось нереальное. Сошла лавина, и из скальной щели вываливались тонны снега. Зрелище, конечно, нереальное. Ну как вам? Вот такая вот моя подборочка, конечно. Кто-то, может быть, скажет, да ты что? Еще там можно дополнять? Конечно, можно дополнять. Там можно, наверное, сделать даже топ-30, а может быть, даже 50 крутейших локаций в Абхазии. Действительно интереснейшая территория, которую можно путешествовать и путешествовать. Мы так именно и делали. Поэтому, если вы поддержите максимально этот видеоролик, напишите комментарии, поставите побольше лайков, то, конечно, я запишу еще видеоролики, поделюсь с вами еще локациями. Ну а сейчас я с вами прощаюсь. Увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok